Так называемые псевдобары – организации, продающие алкоголь под видом мест общественного питания. Проблема, которая будоражит общественность уже несколько лет. Особенно страдают те, у кого такие заведения находятся по соседству. Чтобы отделить их от предприятий общепита, краевой парламент разработал нормы, которые отделяют добросовестные организации от недобросовестных. Некоторые у нас дворы вообще индивидуальны в этом плане, когда в пределах одной дворовой территории, там это 2-3 многоквартирных дома, располагается 4 торговых точки. Вы представляете, какие неудобства терпят жители этих домов, когда они наблюдают по вечерам, а иногда и ночью, такие вот картины, которые сопровождаются громкими криками, шумно, музыка играет. Согласно действующей редакции Краевого закона, после 21.00 розничную продажу алкогольной продукции могли осуществлять только организации общепита, соответствующей требованиям ГОСТа. Эти изменения были приняты в январе 2018 года, но уже в октябре того же 2018 года Краевая прокуратура в судебном порядке опротестовала эту ссылку на ГОСТ. Установление и введение в действие государственных стандартов все-таки это прерогатива федеральных органов власти. В этой связи прокуратура Края спорен, региональный закон в судебном порядке и судами первой апелляционной инстанции позиция прокуратуры поддержана. Данная норма признана недействующей с момента вступления в силу решения Алтайского краевого суда, то есть с 10 октября 2018 года. Алтайские парламентарии поддержали инициативу коллег из Краснодарского края, которые внесли в Госдуму новую инициативу. Законотворцы предложили ограничить розничную продажу алкоголя ночью. Это касается всех предприятий общепита, расположенных в многоквартирных домах и пристройках к ним. Возможно, это предложение в дальнейшем одобрят и на федеральном уровне. Евгения Князева, Антон Червяков. Новости.